Голосит, даёт понять, что что-то ей нужно, что-то ей не нравится. Она тоже начинает разговаривать по-своему. Голос полуторагодовалой дочери Юля впервые услышала всего несколько дней назад. Не только произносить звуки, даже плакать София не могла почти с самого рождения. Мешала трахеостома. Трубочка в горле, через которую малышка дышала. Убрать её врачи долгое время не разрешали из-за сильной лёгочной недостаточности. Сейчас под наблюдением специалистов София заново учится дышать. Первое время ей было очень тяжело. Она плакала, у неё всё хрипело. То есть мы сонировались не один раз. Она дышать ладом не могла. То есть у неё вообще с непривычки она забыла, как это дышать носиком самостоятельно. Она очень терпеливая. Я говорю, вот я, даже я вот столько уже не могу выдержать конкретно, сколько выдерживает она. А выдержать Софии в неполные два года уже пришлось немало. Мы впервые познакомили вас с по-настоящему уникальной девочкой в начале этого лета. Тяжело Соне не только дышать, но и двигать ногами, руками или просто удерживать голову. Ничего тяжелее мы поднять не можем. У нас всё сразу из рук вываливается, всё выпадывает. Причина практически полной обездвиженности Соне – поломка гена. Из-за редкого наследственного заболевания, спинальной мышечной атрофии, мышцы всего тела, как и внутренних органов, отказываются работать. Передние отделы врагов спинного мозга страдают. И из-за того, что есть дефект в генах, нарушается синтез белка определенного СМН. И функция нарушается, и нарастают эти проявления. К этому присоединяются из-за обездвиженности всех мышц, присоединяются лёгочные всякие, лёгочные сердечные заболевания. Чтобы спинка была прямая, он держит на санку, чтобы она не опадала. Здесь поддержка идёт. Но теперь София может сидеть с вашей помощью. Благодаря поддержке неравнодушных людей, семье Софии удалось приобрести корсет и ортезы. Необходимые для покупки 51 тысячу рублей собрали за считанные дни. В новом комплекте Соня пробует садиться и поднимать ножки. Занятия не прерывают даже в больнице. Правда, пока без помощи специалистов не обойтись. Для того, чтобы циркуляция крови по организму была в норме достаточно для её состояния, нужно делать профилактический массажик, смену положения каждые 3-2,5 часа. Из-за обездвиженности София нередко испытывает боли. Сводит суставы ног. Кроме того, костная система формируется с нарушениями. Для того, чтобы после возвращения домой София могла продолжить реабилитацию, ей необходим вертикализатор. Ребёнка в год поставили для того, чтобы нормально формировались кости. Чтобы не было остеопороза, это слабости костной системы. И они будут только тогда, когда существует так называемая осевая нагрузка, то есть когда мы стоим вертикально и вот всем, так скажем, тяжестью нашего тела давим на косточки, только в этом случае кости формируются нормальные. Поддержать малышку на непростом пути жизни с редким генетическим заболеванием сегодня может каждый. Для покупки вертикализатора необходимо собрать 128 тысяч рублей. Важен любой, даже самый скромный вклад. Отправляя смс-сообщение со словом «Чудо» и суммой пожертвования на номер 7878 или зайдя на сайт проекта www.helpedefischildren.net Вы жертвуете свои средства на помощь Софии и другим героям проекта «Ты ему нужен». Помогать вместе легче. Сегодня именно «Ты нужен» Софии Гладковой. Субтитры создавал DimaTorzok